Всем привет! Сегодня на канале Алиэкспресс страна чудес я с вами поделюсь своим рецептом маринования шашлыка. Я прекрасно понимаю, что в нашей стране все любят шашлык и практически в каждом доме, у каждой хозяйки, у каждого хозяина есть какой-то свой особый рецепт шашлыка. Я поделюсь своим. У меня взято 2 килограмма свинины, лопатка. На каждый килограмм мяса одна большая, достаточно большая головка лука. Вот приблизительно вот такая. То есть одну я уже порезала, получилась практически целая тарелочка. Лук я режу на полукольца и потом эти полукольца еще пополам разрезаю. Это все я отправляю в мясо. В мясо отправляю исключительно только вот такую приправу для гриля. Именно вот этой вот самой фирмы и никакой другой. У этой фирмы есть приправа для шашлыка. Ребята, не берите ее. Возьмите приправу для гриля. Мясо будет просто нереально вкусное. Именно приправу для гриля. То есть у меня просто тут отрезан кусочек, чтобы вам показать фирму, кто не видел. Вот этот пакетик практически весь улетит. Вот я в кастрюльке делаю. То есть добавляю все это сразу вам покажу. Добавляю все это сразу в мясо. Эта приправа уже с солью, но посолить все равно придется. Очень хорошая приправа. Практически всю туда вылила. Сюда же я добавляю еще соли, щепоточку. Но опять же надо смотреть по тому, что сколько чего. Мясо, чего еще и как. Так, мясо добавили. Еще мой главный коронный секрет шашлычка. Я сюда добавляю одну чайную ложку сахара, сахарного песка. Если хотите, можете добавить меда. Но мне с медом не очень нравится. Мне нравится добавить одну чайную ложечку сахарного песка. Сюда же я добавляю уксус. Но уксус я добавляю исключительно только виноградный. Ну, опять же, на глаз просто вот так вот, если на глаз взять, ну, где-то приблизительно 3-4 столовые ложки виноградного уксуса на 2 килограмма мяса. Сюда же я добавляю обязательно майонез. Я люблю вот такой майонез. Именно майонез. Многие кто-то скажут, что это слишком жирно. Но, ребят, это шашлык. Он не может быть слишком диетическим. Итак, добавляю. Тоже это все вот просто вот на глаз. Вот сколько добавится, столько и добавляю. Сейчас все это я перемешаю. Собственно, это как бы все травы-приправы, которые я добавляю в свой рецепт шашлыка. Все это мы перемешиваем. Сейчас еще туда добавлю мясо. Еще одну луковицу порежу. Еще вот так мясо сверху. Просто чтобы-то так в серединке перемешивалось лучше. Сейчас еще одну луковицу порежу. Все это перемешаю. И оставляю при большом, как бы, таком заранее подготовке, при большой подготовке заранее, лучше, конечно, чтобы это все стояло сутки в холодильнике, мариновалось. Желательно, чтобы сутки все это простояло и промариновалось. Ну, минимум хотя бы на ночь. Конечно, в некоторых бывают ситуации, когда хочется шашлыка прямо сейчас, прямо сегодня. Ну, хотя бы час. Хотя бы час, чтобы вот так вот постояло. И лучше, чтобы отстояло сутки, мясо будет на и нежнейшее. Это будет шашлык, который будет просто таять во рту. И еще сразу хочу сказать по поводу лука. Не бойтесь добавлять много лука. У многих этот лук, он потом просто остается, да. Многие тоже делают на решеточках, на шампурах. В общем, остается лук после маринования. Никогда его не выкидывайте. Я знаю, что очень многие просто выкидывают этот лук. Привезите этот лук домой, если вы там на природе делаете. Вот этот лук, вот этот маринованный, замаринованный в шашлыках лук, на полчаса в духовку на 200 градусов. Это будет не лук, а сказка. Я вам обязательно покажу, что будет из этого лука. Итак, сейчас я сюда добавлю еще остатки лука. И убираю это на сутки до завтрашнего дня. Дня Великой Победы для шашлыков. Будет мясо мариноваться до завтра. И потом, конечно же, вам покажу уже то, что у меня получилось. Лук, который остался после маринования шашлыков, выкладываем на противень. Вот просто так, без каких-либо дополнительных вещей. Если хотите, можете сверху нарезать помидорки коричками. Зеленью посыпать, если очень хочется. Я отправлю просто так, на полчаса в духовку. Температура 200 градусов. Просто отправляем в духовку. Вот такой вот замечательный, нежнейший шашлык получается по моему рецепту. И вот такой вот сказочный золотистый лучок запекается в духовке. Ну, а на этом сегодня все. Всем приятного аппетита, мира и добра. И пока-пока!